А у меня просьба спеть песню сейчас. Мне так хочется, мне так понравился вопрос. И пока мы готовились к эфиру, к прямому, ребята распевались, и вот прозвучал такой кусочек песенки у проослика. Проослика, да. Присоединяюсь к этому пожеланию. Я думаю, что наши зрители точно так же жаждут музыки и песен. Тем более, что это продолжает тему нашего разговора. Непосредственно. Это ария вечного ослика. Когда-то я был очень маленьким осликом. Совсем незаметным малюсеньким осликом. Но мне не хотелось быть маленьким осликом. Я ждал, что случится в судьбе перелом. Вот время прошло, и теперь я стал взросленьким. Не очень большим, но как будто бы взросленьким. Не то чтобы взрослым, но якобы взросленьким. Я взросленьким стал, но остался ослом. Могло ли быть иначе? Конечно, могло. Да вот незадача. Наука не в лоб. Наука не в темя. Ни в жилу, ни в рост. Утрачено время. Утеряно время. Упущено время. Кобыли под хвост. И... А-а-а. А все почему? Потому что я мешкаю. Почти успеваю, но капельку мешкаю. Всегда, постоянно, трагически мешкаю. Таков уж, видать, мой ослиный удел. И вот я кочую по жизни с тележкою. С огромной такой неподъемной тележкою. С красивой, но очень тяжелой тележкою. Тележкой моих недоделанных дел. И вот эту сдачу я чинно влачу. Нет, нет, я не плачу. Я просто плачу за то, что растратил. По мелочи шаг. За скверный характер. Упрямый характер. Ослиный характер. За то, что и шаг. И... А-а-а. Смешно полагать, что хоть что-то изменится. Хотя бы на малую долю изменится. Без всяких усилий возьмет и изменится. И линия жизни прогнется дугой. Я только осел. Я не кот и не мельница. Не кот в сапогах и тем паче не мельница. А коли уже ничего не изменится. То надо бы взять, помириться с собой. Смешно полагать, помириться с собой. И... И... А-а-а... Обиду забуду на старости дней. Наверно, верблюду гораздо трудней. Гиену шагала. Смею и козла. Судьба наказала. Вдвойне наказала. Уже наказала. Когда создала. И... Впечатляющая кода. Браво. Спасибо. 3-3-2-2-100 наш телефон, друзья. Подключайтесь, пожалуйста, к нашей беседе.